На экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, губернатор Подмосковья делится с молодёжью опытом в области управления одним из самых развитых регионов страны. Андрей Воробьёв отметил, что большое внимание уделяется учащимся, которые хотят побыстрее освоить профессию и заканчивают школу после девятого класса. Молодёжь всегда несёт новые идеи, и мы стараемся прислушиваться к ней. Считаем, что симбиоз мудрых, опытных и молодых обеспечивает результат. Поэтому мне очень приятно быть сегодня здесь. Я всегда с большим удовольствием общаюсь с молодёжью и готов ответить на все ваши вопросы. Отвечать на вопросы подростков и молодёжи готовы и депутаты. Об особенностях работы с людьми и помощи им они рассказали ребятам из летнего лагеря при Одинцовском центре эстетического воспитания в ходе личной встречи. Немножко поймёте, что такое заниматься политической деятельностью, заниматься деятельностью по муниципальному управлению, по благоустройству, по улучшению наших территорий. Взрослый диалог и интересная информация по разным направлениям. Ребята активно задавали вопросы. Диана признаётся, её всегда интересовала политическая жизнь и профессии, которые связаны с выстраиванием коммуникаций с людьми. Мне больше всего понравилось то, что мы могли задать любой вопрос, вообще абсолютно любой, который нас интересовал, то, что нам всё подробно рассказывали и то, что мы встретились с реальными депутатами. Депутаты Мособлдумы рассказали ребятам о своём пути развития. Лариса Лазутина поделилась со школьниками своей спортивной историей. Каждого человека, спортсмена, прежде всего, делает не талант, а трудолюбие. И если вы будете действительно отдать себе спорту, то нужно понимать, что, конечно, нужно много тренироваться, если хотите добиться хорошего результата. Также ребята смогли узнать много нового о других сферах деятельности. Сейчас я возглавляю центр, который занимается созданием новых сортов и гибридов овощных пультов. Вы овощи знаете? Кушаете ли овощи? Да. Овощи считаются самым экологически безопасным продуктом, который даёт самое полезное вещество для развития вашего организма. В завершении экскурсии по штабу Одинцовского отделения «Единой России» депутаты пожелали школьникам быть активными, любознательными и участвовать в общественной жизни своего города. Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.